О том, что ситуация в Сирии после авиаударов наших ВВС заметно изменилась в плане расстановки сил, заявили в российском генштабе. Сегодня там подвели первые итоги участия российских военных в антитеррористической операции. Почти 700 боевых вылетов за две с небольшим недели. Точными ударами уничтожены базы боевиков, их командные пункты, узлы связи, тренировочные лагеря, заводы по производству боеприпасов. По данным генерального штаба, большинство группировок ИГИЛ деморализованы, дезертирство становится массовым. Евгений Лямин продолжится. Почти 670 боевых вылетов всего за 17 суток операции воздушно-космических сил России в Сирии. Несмотря на такой короткий срок, результаты впечатляющие. Уничтожено 456 объектов террористов, пункты управления, базы подготовки боевиков, склады с боеприпасами, а также военная техника. Банформированием запрещенной в России террористической организации ИГИЛ нанесен серьезный урон. Точные удары Минобороны России на протяжении всего времени операций предоставляет видео, подтверждающие точность ударов по объектам боевиков. При этом самолеты применяются по объектам, расположенным вне населенных пунктов. Я специально взял с собой боевую карту экипажа бомбардировщика. Как вы видите, на данном документе нанесены все объекты жизнедеятельности и гражданского населения. Это мечети, объекты культурного наследия, энергетики, водоснабжения и другие объекты. Поверьте, мы хорошо знаем, где у боевиков находятся и госпиталя. Но не в наших правилах советовать коллегам, по каким объектам надо наносить удары. Однако 11 октября в районе населенного пункта Тель-Алам, это 20 километров восточнее Алеппо, ударами авиации и коалиции была уничтожена теплоэлектроподстанция и трансформаторная подстанция. Удары авиация западной коалиции во главе с США наносила в течение нескольких дней. В итоге в Алеппо перестали работать водонасосная станция, канализация и это в условиях 30-ти градусной жары. Западная коалиция словно специально, намеренно разрушает инфраструктуру населенных пунктов, так чтобы жизнь гражданского населения стала невозможной и они были вынуждены становиться беженцами. Кстати, вместе с ними страну покидают и боевики. Отмечается увеличение потока террористов, переходящих на сопредельные территории. У нас есть проверенные данные, что боевики выходят из районов боевых действий через переходы для беженцев на сирийско-турецкой границе. По данным разведки, включая радиоперехваты, каждую ночь через переход в районе Рейханлы границу пересекают до 100 вооруженных экстремистов из Джибгат-Ан-Нусры, а через переход в районе Джара-Булус, боевиков ИГИЛ. Как сегодня заявили в Минобороны Турции, их самолет сбил в турецком небе неопознанный беспилотник. На брифинге начальника главного оперативного управления российского генштаба попросили прокомментировать эту информацию. Совсем недавно в интернете появилась информация, что наши турецкие партнеры якобы сбили российский беспилотник. Мало того, этот беспилотник находился на турецкой территории. Я абсолютно ответственно заявляю, что все наши беспилотники находятся либо в районах выполнения задач, либо на авиабазе. Страны западной коалиции, которые проводят свою операцию в Сирии уже год, то и дело пытаются упрыгнуть Россию в нанесении авиаударов не по базам ИГИЛ, а по сирийской оппозиции. Минобороны неоднократно запрашивала иностранных коллег предоставить их данные, где расположены боевики, где так называемая сирийская свободная армия. Но в ответ тишина. На основании наших разведных данных и информационного центра в Багдаде, а также других источников, нами подготовлена карта. Вы ее видите перед собой на экране. На ней нанесены те районы, которые контролирует сейчас группировка ИГИЛ, Джибгат Ан-Нусра, районы, которые удерживают правительственные войска, а также районы, которые, по нашим сведениям, контролируют сирийская свободная армия. Обратите внимание, где российская авиация, по каким объектам наносит удары. Эти удары обозначены красными стрелками. Как вам, надеюсь, хорошо видно, мы вьем только по объектам международно признанных террористических группировок, таких как ИГИЛ и Джибгат Ан-Нусра. Наши самолеты не работают в южных районах Сирии, там, где, по нашим сведениям, находится формирование сирийской свободной армии. По поручению министра обороны России Сергея Шойгу, эта карта будет направлена по военно-дипломатическим каналам. Это еще одно подтверждение. Россия проводит максимально прозрачную военную операцию в Сирии. Открыто к диалогу и сотрудничеству. Правда, в ответ пока или молчание, или надуманные обвинения. Между тем, при поддержке российской авиации, армия Сирийской Арабской Республики продолжает идти в наступление, зачищая от террористов все новые и новые населенные пункты. Евгений Лянов, Владимир Беляев, Сергей Романов, Первый канал.